Айда загорать! Летний пляжный сезон уже не за горами, но места отдыха полностью еще не готовы к приему отдыхающих горожан. Опасность и на остановках. Некоторые остановки городского общественного транспорта требуют доработки с учетом возможных происшествий. Ну а теперь обо всем подробнее. До начала пляжного сезона осталось меньше недели. Впрочем, некоторые горожане уже сейчас купаются и загорают в традиционных местах отдыха. Но необходимость приведения в надлежащий порядок пляжей на сегодняшнем заседании регионального правительства потребовал от глав районов губернатор Олег Ковалев. Следует также привести в порядок и другие зоны отдыха. Каждый в своем районе знает, где люди любят отдыхать. Привести в порядок и создать максимально такой позитивный настрой для людей с созданием более комфортных условий. Я прошу этой темы заботиться очень серьезно и лично главам обратить на это внимание и лично заняться этой темой. Надо сказать, что в нынешнем году число официальных пляжей на территории региона увеличится, их будет около 30. К ним, конечно, прибавятся и неофициальные. Сегодня наша съемочная группа побывала на берегу Орехового озера и посмотрела, насколько этот пляж остается популярным в народе. Уже сегодня многие загорают, а некоторые даже не прочь искупаться. Насколько готов пляж к сезону, видно невооруженным глазом. До открытия официального пляжного сезона осталось всего несколько дней. Видимо, еще есть время подготовиться. К официальному открытию готовится пляж на Орешке. Как сообщают чиновники, он отдан для эксплуатации индивидуальному предпринимателю, который будет производить ежедневную уборку пляжа, установит туалеты и пляжное оборудование. Пляжу? Четыре с плюсом. Чего не хватает? Что нравится, что не нравится? Кабинок. Ну, песочку маловато подсыпать бы еще. На четверочку. Нам, в принципе, все устраивает. Ну, на данный момент, я считаю, пляж вообще совершенно не готов. К тому, что, к эксплуатации, так скажем. Во-первых, спасательной будки нет. Вот. Насколько я знаю, ее здесь и не было. Это что самое странное. Ну, у нас, как всегда, в Рязани. Как всегда вообще в России. Потом грязно. Сено откуда-то здесь. То есть, ну, на самом деле, пляж не предназначен. Это нельзя назвать пляжем. Вообще, в прошлом году было неплохо. Тут раздевалки были, всякие лавочки, магазины. Очень здорово. Главный критерий работы городских пляжей – это безопасность. Для этого на каждом из них в обязательном порядке должны быть спасательные посты, осуществляться лабораторный контроль качества воды, обеспеченное дежурство медицинского персонала и сотрудников полиции. Пока что мы не увидели даже намеков на подготовку. Отсутствие спасательной вышки, мусор, неподготовленные раздевалки. Время, как говорится, еще есть. Правда, погоду в первые дни лета синоптики обещают не совсем пляжную. Еще одной проблемой в областном центре можно признать необорудованной должным образом остановки общественного транспорта. Где-то нет высоких бордюров, где-то люди вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы сесть в нужный автобус или троллейбус. Проблемных мест еще предостаточно даже в центральной части Рязани. 14 мая в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие, которое потрясло весь город. Ранним утром на улице Новоселов 24-летний рязанец, управляя автомобилем «Шевроле Лачете», не справился с управлением. В результате он совершил касательный наезд на автомобиль «Рено Логан», а затем врезался в пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта «Шереметьево». В результате аварии пострадали три человека. 62-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. Двое других пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Причиной трагедии стало то, что горе-водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на пешеходов водитель совершил столкновение с палаткой, которая расположена на остановке общественного транспорта. Водитель автомобиля «Шевроле Лачете» оказался в состоянии алкогольного опьянения. Спиртные напитки употребляли? Употребляли. Так, не справился с управлением, и что произошло дальше? Я уж не помню. С правой стороны, с пассажирской, водитель попытался, ну, открыл дверь, посмотрел на женщину и обратно закрыл. Через пять минут он вылез через заднюю дверь, с правой стороны. Вот, вылез, обошел, в свою машину посмотрел. К женщине не подошел. Вся аспекта ДТП в этом случае ясны, как белый день. Пьяный водитель – высокая скорость. Но стоит обратить внимание на еще один нюанс. Бордюр, обозначающий зону остановки транспортных средств, отсутствовал именно на том пятачке, где и произошла трагедия. Если бы оградительные камни были установлены хотя бы на пару метров в сторону, автомобиль просто не смог бы преодолеть это препятствие. Но бордюра там не оказалось. И таких незащищенных зон в нашем городе хватает. Но зачастую пассажиры общественного транспорта сами не соблюдают банальных правил безопасности, предпочитая ожидать свою маршрутку или автобус на проезжей части. Чем при этом руководствуются граждане, вопрос скорее риторический. Пойди пойми русскую душу. Может, бояться не успеть? К сожалению, в часы пик на улицах города Рязани на остановках общественного транспорта скапливается достаточно много граждан, которые ждут свой транспорт. И часто многие из них ведут себя, подвергая себе опасность. Они выходят на дорогу, в том числе достаточно далеко, и могут попасть не только под общественный транспорт, а еще и под мимо проезжающий. Хотелось бы таких граждан предостеречь. Еще раз напомнить, что никуда без вас общественный транспорт не уедет. И если вы не сможете войти в этот, войдете в следующий. Не стоит подвергать свою жизнь опасности. В общем, от несчастного случая никто не застрахован. И все же во многом наше благополучие зависит от нашего же благоразумия. В продолжении дорожной темы стали известны подробности страшной вчерашней автоаварии в Милославском районе, которая унесла жизни двух человек. Автомобиль «Ауди» съехал в кювет и врезался в дерево. 39-летний водитель, житель Рязанской области, не справился с управлением на участке асфальтированной сухой автодороги. В результате происшествия водитель с тяжелейшими травмами был направлен в Милославскую центральную районную больницу, где скончался скорей скорой помощи. Пассажир, 38-летний житель города Скопина, сидевший на переднем сидении пассажирском, также с тяжелейшими травмами был направлен в центральную районную больницу города Скопина, где в течение суток от полученных травм скончался. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. И еще о трагедиях, произошедших в регионе. Рязанские следователи выясняют обстоятельства ночного пожара в Диагилево. Там пожарные после того, как потушили пламя, обнаружили двух погибших людей. Молодую девушку с трехлетней дочкой. Ночью 26 мая после тушения пожара в частном доме поселка Диагилево города Рязани были обнаружены двое погибших. Это 24-летняя женщина и ее трехлетняя дочь. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения от возникшего внутри дома пожара. По данному факту, Московским межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России Рязанской области проводится доследственная проверка. В ходе данной проверки будут установлены причины возникновения пожара, смерти женщины и ребенка, а также следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. А рязанские спасатели накануне ликвидировали еще один пожар только уже в квартире на улице Шевченко, а также устранили протечку магистрального нефтепровода в Рыбновском районе. Как это было, расскажет Роман Дворецков. На прошедших выходных в Рязанской области прошла акция «Чистый берег». Акция проводится к началу купального сезона. Ее целью является наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов. Инициаторами данной акции стали сотрудники управления МЧС Рязанской области. Также в акции приняли участие учащиеся кадетских классов школы номер 47 города Рязани. В качестве благодарности сотрудники ГИМС прокатили ребят на катере, что вызвало у них бурю положительных эмоций. Но спасатели также не забывают о своих основных обязанностях. На днях на месте разлива нефтепродуктов в Рыбновском районе завершились ремонтные работы. Утечка была успешно устранена. В ликвидации происшествия были задействованы 23 единицы техники, 47 человек личного состава, в том числе аварийная бригада, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России Рязанской области. В тот же день был ликвидирован пожар на улице Шевченко. Огнем была повреждена квартира на третьем этаже на площади 20 квадратных метров. Пострадала одна из жителей из дома. Пожилая женщина с признаками отравления угарным газом доставлена в больницу. На пожар выезжали, принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 16 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Причина пожара и ущерб устанавливаются. А далее информация от сотрудников регионального управления службы исполнения наказаний. Вчера из колонии-поселения при исправительной колонии номер 5 в поселке Кликотки Скопинского района совершил побег осужденный Сергей Викторович Жанкашов, 1979 года рождения. Он уроженец села Княжи Гроблинского района. Его рост 170-175 сантиметров, телосложение имеет среднее. Глаза серые, волосы темно-русые, коротко стриженные. Был одет в рабочий костюм темно-серого цвета. Если вы знаете, где сейчас находится этот господин, то позвоните, пожалуйста, по телефону, указанному на ваших экранах. А теперь о другом, а именно о погоде. Сегодняшний вторник стал, пожалуй, одним из самых жарких дней этого года. Температура приближалась к 30 градусам тепла. Подробный прогноз на предстоящую неделю Наталья Новиковой. Последние недели весны в нашем регионе началась вполне комфортная погода. Холодный фронт ушел на восток. И на вахту заступил антициклон, который подарил нам по летнему жаркие дни. Но уже сегодня жара зашкалила, воздух прогрелся до 30 градусов. И никаких дождей. Тем не менее, синоптики обещают, что такая погода на сей раз окажется недолговечной. Синоптические процессы будут развиваться по отработанной в текущей мае схеме. Чем ближе выходные дни, тем больше вероятность дождей и гроз. Уже в четверг с приближением атмосферного фронта северо-запада днем местами соберется непродолжительный дождь с грозой. При грозе порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Дожди немного понизят температуру до 26-28 градусов. Но даже и это выше нормы на 5-6 градусов. В последний рабочий день недели наш регион будет находиться между двумя циклонами. Один из них перемещается по северу, а другой по югу, формируя тем самым на нашей земле неустойчивую погоду. Ожидается облачная погода. С прояснениями прольются дожди коротковременного характера. Днем уже от 21 до 26 градусов. Ну а к выходным температура воздуха вернется из июля снова в май. И приблизится к климатической норме последних дней весны. И традиционно зарядят дожди. А накануне на площадке Рязанской автомобильной ярмарки подвели итоги конкурса, объявленного в социальной сети группой компании «Автоимпорт». По его условиям участники должны были проявить активность и сделать максимальный репост на своей странице. Победила активность в подарок получила легендарную копейку. Но и другие участники конкурса также не остались в стороне от призов. Буквально в апреле легендарной копеечке исполнилось 45. И этой оранжевой красавице 36. Своё второе совершеннолетие она встречает с новой счастливой хозяйкой. Такой подарок решила сделать своим подписчикам группы ВКонтакте компания «Автоимпорт». Сделали небольшой праздник для народа. Приурочили к открытию нового автосалона по продаже БУ-автомобилей на Есенина 1Б. И решили разыграть легендарный автомобиль 21.01. Чем автомобиль этот старше, тем он дороже. Торжественная церемония вручения авто состоялась прямо на Рязанской автомобильной ярмарке, где каждый выходной все желающие покупают и продают интересные автомобили по интересным ценам. Человек-машину выбрал, друзья. Ура, 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 ура! Качество, уверенность и комфорт – вот что помогает компании «Автоимпорт» уже 18 лет реализовывать в Рязани лучшие стандарты и актуальные тенденции мирового авторынка. Буквально за один день можно продать или выбрать автомобиль. Незамедлительно получить кредит на выгодных условиях в одном из крупнейших банков, оперативно оформить «Каска» и «Осага». А некоторым и вовсе достаточно сделать репост на своей страничке, чтобы получить авто. Эта идея задумывалась. У нас всего лишь было подписчиков человек 100. На данный момент, по последним данным, у нас уже полторы тысячи подписчиков. Я даже не думала, я поставила и забыла все. Светлану Пронину подарок искал несколько дней. В контакт заходит редко, пришлось связываться с ее подписчиками. Благо, их всего шесть. Для меня это была неожиданность. Приятная? Да, очень приятная. Все мои подруги очень рады. Обладатель второго места конкурса репостов получил от компании «Автоимпорт» оборудование для громкой связи. Бронзовому призеру достался автомобильный компрессор. Не остались бесценных подарков и внимательные зрители. 22 июля – день рождения автомобильной рязанской автомобильной ярмарки. И мы планируем что-то такое же. Автомобиль не буду говорить какой, но разыграть обязательно. Играйте, выигрывайте и удачи. Сказала Светлана и укатила на легендарном автомобиле домой радовать своих дочек. Друзья, приходите к нам в «Автоимпорт». Мы всегда с народом, мы всегда вам поможем. Кому-то подарим, кому-то подскажем. Мы открыты. Приходите к нам осуществлять свои мечты. И на этом наш информационный выпуск подошел к концу. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России Анжелика Евдокимова. И речь в беседе пойдет о розыске пропавших детей. А с новостями на сегодня у нас все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok